Всем кукусики от моих красивых тостов. А чего ты смайлики не показала? Кукусики. Ты что, ты... Я их... Вот он. А, ну он же капает, это же варенье. Варенье. Он, оказывается, не ручной. Он сам пикает, когда готово. Он же такой однопотопный. Поэтому, да, я сделала себе с вареньем. Если бы он был напотопный, его надо было еще переворачивать. А я еще так думала, что как же так? Тогда поджарится, всех сторон. Леша меня разбудил. Ну как, сказал по будильнику вставать. У меня башка болит. У тебя не может башка болеть. Так у тебя не болит голова. Ты просто не захотела рано вставать. Да, ну просто я не понимала зачем, потому что сегодня не работаешь. У меня монтажа сегодня нет утром, поэтому я не понимала, чем так рано вставать. В общем, всем доброе утро. Леша уже поел, конечно же, меня он не ждал. Я его всегда жду. Хорошо? Не думал, ты сейчас не станешь. Ну как же, ты же меня начал будить. Что мне уже делать? Я умный человек взялась и слепила два хлебушка. То бишь тот, который был с вареньем с морозином и тот, который был с шоколадной намазкой. Получилось нереально сладко. Это было невозможно есть, поэтому я хлебушек выкинула, к сожалению. Я не знаю, как я до этого додумалась. Пересмотрела американских фильмов, но ясное же дело, что туда кладут орешковую пасту. Наверное, соленую и какой-нибудь жем умеренно сладкий. Вот тогда получается самое оно. Но мне хотелось попробовать. По крайней мере, тосты сами по себе получаются очень вкусные и сытно, действительно. Я уже брызнулась духами, точнее не брызнулась, а намазалась духами от ВС. Нереальный аромат, такой сладкий, такой прям девичьи-девичьи. Я выставляла в инстаграме пост, где показывала свою Викторию Сикрет и написала там такую фразу крутую, которая идеально подходит под эти ароматы. Спасибо всем, кто на меня подписывается в инстаграме. Я вас всех люблю. Мы тут потихоньку с Лешей собираемся гулять. Здесь Котека. Очень люблю эту гирлянду, я просто в нем влюбилась. И на улице пошел дождь. Зима? Че? Нас тут перегородили, мы думали, что же нас тут загородили. А это просто потому, что кран достает аж доселе. Чтобы людей не зашибить, здесь вот это вот все огородили, теперь строят. Так сейчас мы подойдем к остановке, я вам сообщу еще одну очень замечательную новость, которая нас сегодня очень порадовала. Мы надели с Лешей, как Леша говорит, на Северный полюс. Но мы правильно делаем, потому что мы... Вы выползли гулять. Даже яблочки с собой взяли. Мы дотянули до обеда. Ну ладно, мы так, ну, планировали чуть раньше, но кто-то сегодня в 7 утра не хотел вставать. Так я встала на полчаса позже. Между прочим, ты уже в это время ел. Не надо. Восемь часов. Ты стояла на кухне, было без десяти восемь, ты стояла в начале. Надо было доедать, те тосты. Так вот оно что. Значит, тут, тут у вас очки, где куча знаков. Там ничего не написано, но мы уже знаем, что здесь будет. Здесь будет АТБ, как я и говорила. Но здесь будет необычное АТБ, поэтому все жители Новгородской, Четвертого, Южного и Запорожья, возрадуйтесь. К нам идут новые технологии. Здесь вот АТБ черный, какой-то АТБ, как сказали. АТБ самообслуживание. То есть ты приходишь в страны, набираешь, что тебе надо. И по терминалу. По терминалу оплачиваешь, то здесь новые технологии. Это очень здорово. И теперь осталось дождаться, когда он откроется. Я думаю, люди здесь будут нормально так тусоваться. Жизнь удалась. Какая-то что-то встреча вообще. Соборка. Блин, 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 именно холодно. Да, а то я тут венок. У меня Новый Год, у собаки Новый Год. Почему бы и нет. Так это Йогуа, слышно. Ну. Они вдвойне радуются. Блин, мне всегда нравился этот. Хотел. Хортица Пелес. I know English very well. Or not. Красота вообще эта. Башни-близнецы местного разлива. Бизнес-центры. Там можно зайти позанимать? Конечно. Заселяйся в гостиницу. Заселяйся в гостиницу, да. Там будет кафе. Кофе типа попить. Да, на первом этаже, вон оно. Ну, пошли. Нет, ювелирные украшения. Это настолько крутой отель, что в нем даже нет кафе. Там едят ювелирные украшения. Слышишь, деваска? Да. Это не дождь, это мокрый снег. Снежок. Посмотри. На камере, наверное, не видно. Это снежок. Да, это какая-то крупа вот эта вот гадкая. Макроя гадкая крупа. Давай так, чтобы мы перешли, нас не сбило. У меня так ухачало. А щечки-то с здоровым румянцем. Это румяно. Мы в такое время, по-моему, не были, да, на набережной? В такое мы еще не были. В общем-то, мы не беремся на набережную, когда лето и тепло, а теперь, когда, блин, извините меня. Ну, потому что там теперь никого нет, и можно нормально пойти. Покупаться. Покупаться, да. А я говорю, там трубочки еще не продают, нет. Пахлава медовая. И там это люди, ну, боже, у меня вообще. Где? Вот где-то черные трубы. Думаю, люди наклонились и смотрят. Я просто мимолетник не пела. Смотри, там что-то строят, капец. У нас вообще. Это построили новый, да, дом новый. Реально. Это то же самое, как у нас на Советской. У нас, короче, выстроили буквально за пару месяцев девятиэтажный большой дом. Уже застекляют его. Мы так, что решили, там отличное расположение, там рядом все вообще. Универ, школа, развязка везде, по всему. А, садик там тоже, где универ. К любимому Ашану, к Авроре, ко всему. Вообще. Афоли. Авроре. Это был тот автомат советский все время, хотя я к нему под этим его уже запрятали, по-моему, в кафе. От таких, как ты, потому что слишком много вас подходило к нему. Я просто никогда не видела их, ну, не пользовалась. А, в Крыму когда-нибудь. В Крыму пользовались чего. Нам говорили, не хватает молодежной жизни. Нам говорили... Экстрима. Нам говорили, тусите, вы же молоды. И вот мы ворвались в самое популярное место у нас в городе. Это самое крутое место, и тут мы будем тусить. Это кафе-бар под открытым этим небом. Это open air. Open air клуб Медуза. Друзья, это Медуза. Вон ее щупальце. У Медузы есть щупальце? Еще пять минут и подойдет диджей. Я сам себе диджей. Туси, детка. На самом деле, очень стрёмная какая-то постройка. Стрёмная open air, короче. Не, может тут просто уже очень хорошо лето отгуляли, Ля? Тут какая-то савдеповская постройка. Вот видно, что вот Медуза, смотри. Вот точно, это даже шрифт советский. Да, вон Медуза. Это что-то было, и почему-то его не убрали. Да тут, кстати, вон там сполище какой. О, это реально был там спол? Тут, я шучу. Но этот колодец, конечно. Да, я хочу, что там вот как дверь-то вожжет. Да, там вон окно какое-то. Диджей, там живет он. Там живет диджей. Ой, кошмар, это такая жуткая. Мы сейчас сверст покажем его. А вот. Вот он, Медуза, это ресторан. Был когда-то. Был когда-то. Такая же вывеску не убрали. Люди, блин, шли здесь. И вот 100 тысяч лет нет, а вот такая вывеска грузила. Медуза. Это красавида осталась. Так, не убейся, тут ступеньки такие. Медуза. Вот так он выглядит. Да, да, да. Отвратно. Нормально. Вон там когда-то станет счастьем, но сейчас это проклятие нашего города. Вот. Мосты, которые строятся уже много-много-много лет. И не знаю, достроятся ли они когда-нибудь. Да, блин, я когда поступал еще в лицей 7 лет назад, 8. Они вот уже строились и были причем на этом же этапе. Ну, по крайней мере, дома у нас строят. У нас плотина такая, честно говоря, стрёмная. Уже она шатается, она старая. Мне кажется, что в один прекрасный момент что-то с ней случится. Ох, как стрёмно. Выгул собак запрещен. Штраф 200 гривен. Собаки, а ну идите сюда, я вас оштрафую. Вот так выглядит набережная, где здесь никого нет. Замечательно выглядит. Идеальное место. Пойдется, пойдем. Собаки, ты уже зайдет. Собаки, купаться пойдем, собаки. Честно, сегодня слишком жарко. Я не хочу купаться, вода, наверное, горячая. Мы видим там впереди, как будто, знаете, самолет упал. Мы на что, чтобы по песку пошли? Это буй. Какой буй? Буй. Это буй? Что он такой страшный? А там вот за речкой живет президент. Нам казалось всегда, что это так. Потому что там такой доминостый, по-моему, там кто-то живет. Собаки, привет, с новым годом. С новым счастьем. С новым годом, собаки. Вот им тут весело, да, людей нет. Ой, будь здоров. Правда. Будь здоров. И тут мы со своей камерой приберем. Представляешь, я на Крещение купался именно здесь. Ты с ума сошел? Вот у нас вторая, вот та вторая дорожка. Ага. И вот возле той дорожки первой вот эти. Ты пьяный был, да? Нет, я никому. На Крещение вообще-то нельзя пить. Это наши любят от нас. Нет, просто есть такие люди. Бля, чистая вода. Ну, у меня есть такие люди. Почти все люди на Крещение нажираются и идут купаться. Нет, нужно купаться вообще в этот день. Алкоголь. А ты падешься в этом году? Не знаю. Я встал за последние пару лет болезненно. Ты шо, я б не пошла, я б заболела. Купался, причем тогда было... Да, был мороз, тут лед был. Ты сразу пас, ты шо, головой лед пробивал? Нет, он же ж не будет, аж там. Это очень страшно будет. Такое ощущение, что там какой-то танк или самолет. Знаешь, мне тут нравится, когда нет людей. Я-то никогда не была на набережной вот так. Такую, во-первых, погоду. И вода так. Знаете, как будто мы прям на пляже. Ну, мы на пляже, но я имею в виду, на каком-то курсом пляже. Наслаждаемся уединением. Давайте пройдемся прям почти к воздуху. Вот мы подошли максимально близко. Дальше опасно, причал катера. Ну, там дальше и дороги нет. Там вода. Вон, впереди мост Преображенского. Двухэтажный, как мы только что выяснили. Да, сколько здесь уже прожили. 8 лет я здесь, и я не знал, что мост Преображенского двухэтажный. Мы идем, вот как раз тот момент едет сверху поезд. А снизу машина... Диана, чудеса-то какие? О-ля-ля. Гарри Поттер. Гарри Поттер, Хогварт. У нас тут руферы. Залазили вон на этот кран, на самый-самый верх. Там нереальная высота, ребят. Там очень высоко. Я не скажу, что там в восторге от руферов, но вот такое, конечно... Кожа, ты восхищаешься тем, что человек не выйдет. Остальные эти самые заслуживают уважения. Очень высоко. Пиндец. Нет, но все же неправы люди, которые говорят, что все граффити это вандализм. Это прикольно. Да. Ай, блин, а голову капнуло. Прошу, если капнуло. Не надо, Лёш. Девочка, ты фильмов ужаса, говорится, трел? Ты как, киса? Нормально. Вот площадки тоже под волейбол. Видишь, тут даже трибуны нормальные. Тут все заточено под спорт. Под дождь. О, нормальные трибуны, Лёш. Ну, вот тебе бутерброды. Это, в принципе, знаете, так на грани. Так вон трибуны, Лёш, прикольно. Да, прикольно. И вот они, Лёш, тоже закрыты. А вон стоит судья? Да, там судья. А где он должен сесть? Возле сетки, чтобы видеть. Лёшка, гребенка посадили вот так. О, тут сухая лавочка. Вау! Нет, не гол же. Или гол. Волейболе гол? Ты еще не присядешь. О, у меня же длинная куртка на куртку села. Иди, присядь мне на руки. Судовольствие. Я передумал. Слишком много удовольствия было у тебя в глазах. В смысле? Что ты мне отказываешь в удовольствии? Господи. Господи. Кабаська, ну на одну ногу как-то. Почему на одну? Вот так присядь. На одну ногу. Так ты не сижу за толком. А сидишь ты. Что-то как-то я удовольствия не получаю. Друзья, насчет продажи канала, ну блин. Это право, товарищ. Ну и люди, досматривайте до конца видео, пожалуйста. Не, даже если досмотрел по-любому, подумали, что мы реально продаем канал. Там же видно было мое лицо. Мы поняли, мы поняли. Вы поняли, молодцы. В итоге несколько человек мне пишут в личку ВКонтакте, сколько стоит канал. На полном серьезе. На полном серьезе написали. Ну господи, я уже сейчас... Ёлки-палки, ну ёпта. Серьезно. Почему вы такой тупой? Почему назвали? Это не хайп. Продаем канал, надо было там вопросительный знак поставить. А, бляд, не поставила. Потому что... Это была шутка. Сутка-минутка. Ха! По крайней мере, у нас реально там кто-то с меня проржал, какая-то жужа или жужа. Сказал, типа, ой, посыла небо. Он был. Нам реально предложили продать канал, а мы просто пошутили за цену. Так что, друзья, ну блин, теперь я не удивляюсь, почему говорят, Диана тупо шутит, Леша тупо шутит. Леша шутки плоские, Дианы неплохие шутки. Фу, до половины просто не чувствую юмора. Ну досмотрите, ну серьезно. Тихо, я даже не поняли, люди, что это вообще хоть даже малейшая может быть шутка, там что-то... Ну как это? Не продавайте канал. И вот вам хороший совет, мудрость дня, Диана и Леша. Если вам кто-то предлагает купить канал, многие написали правильно. Это лохотрон. Это разводняк, чтобы не сказать более грубо. Продается только тот канал, который, например, один и тот же, например, топы. Даже направили топы, хорошо, я знал, что ты об этом скажешь. Вот вам маленький пример. Сколько людей перестали смотреть сериал, когда менялась озвучка, понимаешь? Или актер главный. Да не бывает такое, что канал миллионик, я продам тебе его там по мега крутой дешевой цене сиди. По мега крутой там цене, скидка дня, миллион у меня подписчиков есть на ютубе, продаете за тысячу долларов. Возьми эту тысячу долларов, купи себе камеру и создай канал. Сам, да, больше будет толку. Будет конкретно больше толку. Люди смотрят определенных людей, и ты всегда что-то другое, они все не пишутся. Да, да. Как можно было в это поверить, я не знаю. Ну, мы, конечно, вчера в шаге были. Мы сидели, да. И кто удивляется, что пошло очень много негатива, многие писали и в личку писали, и там писали, что откуда. Недавно, ну, скажем так, был день открытых дверей в дурдоме. Мы сделали амнистию, мы освободили всех с черного списка. Как ты классно заварил вообще. Да, это была амнистия. Честь нового года всех хейтеров на свободу. Мы блокировали, у нас очень много заблокированных людей, потому что очень многие писали конкретно матом. Там такое писали, что ну просто вот да, на лоб лез. На родственников, да. На меня, на маму, на сестру, на всех абсолютно. Там такое шел срать, что просто невозможно передать словами. И очень много было их заблокировано тех, кто... Кто-то пишет комментарий, хороший, плохой, не важно, под ним конкретно матом этого человека. Мы тех людей защищали. Это все было заблокировано. И вот, поэтому не удивляйтесь. Вчера это там вырвалось снаружи. Не удивляйтесь. Это как раз вот за день до этого мы их всех повыпускали. Знаешь, мы их всех повыпускали, как звезды. Не удивляйтесь, это все нормально. Повтори граффити. Давай. Боже, а у него ножка ровная, ну ровней. Тебя как будто подстрелили в одно место. Давай вот это, вот это мне больше нравится. Вот это. Вот это. Не хочу сказать, что... С блюзей вообще не понятно, что это. Вообще не... Это что, этот экспрессионизм, что ли? Я говорю, что волейбол плохой вид спорта, но я его никогда не понимал. Вообще... Нет, на самом деле... А ведь ты повторяешь, видишь, это дело. Нет. Давай. Я не могу априори повторить. На самом деле, игра очень позитивная. Она не подходящая. Да, не подходящая. Нет, а когда ты играл в школе, на соревнованиях, ездили, пальцы там ломал. О, Боже. Ну, конечно. Да? Да. Ты ломал пальцы, разве не на футболе? Не на волейболе тоже. Я везде пальцы ломал. Я просто иду и ломаю пальцы. Везде пальцы кривые. Блин, не музыка. Не совсем музыкальные. Назовем их так. А, у Карины музыкальные. У меня тоже музыкальные, уже не такие. У меня короткие толстые пальчики. У Карины действительно пальцы пианист. Когда мы ходили в музыкалку, у нее длинные, тонкие пальцы. А у тебя палец? А у меня маленькие, толстые. Представляете, как мне тяжело было... Пальцы барабанщика, тебе можно без кладочек. Мне тяжело было брать аккорды какие-то, очень тяжело. Потому что у меня пальцы не растягивались. Коротенькие пальчики толстые. Как нам было растянуть их? Ну, я пыталась, у меня что-то тянутся, понимаешь? Господи, как это пальцы тянутся. Не рассказывайте кошмар. Это правда. Пошли, пойдем. Где? Ой, покушаем. Вот здесь? Да, здесь. Открывай крышку, там готовчик. Супчик. Там супчик. Готовчик, супчик. Короче, мы пришли в шашлычную. Леш такой, я такой, пришли в шашлычную. Знаете, такая романтика, вроде. Прикол в том, что мы как бы выбрали и нам раз и достали все мясо. И опа, оно получается как готовое, там готовится сразу. То есть прикольно было. Ну, как бы там очень много того, что вы бы хотели заказать. Его нет в наличии, там типа только под заказ. Мы заказали как с виною. А что мы заказали? Это что? Вырезка. А это антрикот. Это немножко, чего это? А, грибочки, лавашок и соус. Ну, мы немножко взяли так. Одима чай. Все это нам вышло где-то 210, 212 гривен, что-то такое. Это она хорошая. Я так ржалась, что-то подхожу. Я не могу ничего выбрать. Леша, я такая показываю. О, сыр в лаваше. Леша такой. А, сыр в лаваше, ну и салатик. Тебе, да и всего. И ты наивешься? Меня как проперло. Я говорю, в смысле? Я вообще-то тоже мясо хотела. Что за 5 дня? Там типа я думала, ну 100 грамм закажу сыр в лаваше до 17 дней. Ну, тебе сыр в лаваше и салатик, ну хватит. Так было смешно, капец. У меня, честно, это как бы все прикольно. Обслуживание, цены. Кому мясо красивое, пахучее. Ну, мне не нравится сама по себе обстановка. Здесь похоже на столовую. И унылая советская. Ну, что есть, то есть, короче. Будем сейчас Леша лопать. Я вам скажу, как. Я еще ни разу не была в шашлыче. Будете себе берегить. Ну как? Это ты скажи. Мне понравилось. Ну, правда, соус холодный. Когда в теплое мясо холодный соус такой, блин. Ну, соус так себе. А вот мясо очень вкусное. Грибы очень вкусные, лаваш. Соус-то плюс то, что они сами мешают. Сами, да? Не по-кусной, да? Как бургеры в этом клабе. Ну, это мясо вкуснее гораздо. Это что? Это антрикот. Антрикот. Да. А вот же антрикот. Это гораздо вкуснее. Ну, прям. Я еще не пробовала. Не дал мне попробовать. Острое. Просто это гриб. Я тебе сказала. Грибы острые. У меня после гриба началось такое. Гриба. После гриба. Гриба. Ну, ничего. Как сказали. Да. Я заварю. Что? Как тебе соотношение цена-качество? Ну, нормально. Мне кажется. Мне вкусненько мясо. На 10 рублей. Кучу мяса. Грибов. Там не хватило салата, но мы уже не стали брать. Да, не было. Мы решили. Мы хотели овощи на мангале. Я за это мой тебе, поэтому тебе и сказал. Там был нарисован перец сладкий, синий, который сейчас. Сейчас не сезон. А зачем они? Хай зачерпнуть красную макеру. Пока что. Сейчас скажу, что верлю. Громче. Не умею вообще нифига. Конечно, нужно нож под углом держать. А не прям. Ну как? Живи. Прикидывай, что так поспелила. Ну, ты померла, да? Ну как? Так же здорово, как было. А мне вкуснее. Камера только что 13 минут снимала сама по себе, ребят. Что за бред? У нас живет своей жизнью. У нас живет своей жизнью, реально. Бывает, я ее достаю с чехла, она снимает. Она ведет свой канал. Мы с Лешей такие ржом сидим. Взяли два яблока. В итоге пошли шашлык есть. Здоровье, питание, все дела. Дай мы их взяли. Главное, мы сделали вид. Мы их взяли и положились, честно. Они там в рюкзаке лежат. Все не понимают, с чем я рюкзак прорываю. Я напугала туда воды, косметику, расчетку, яблоки. Мы пошли шашлык приняли и добавили. Да. Не, ну мы погуляли классно. Мы побродили, походили с Лешкой. Я молодец, что выпила чай с мясом, а не колу. Как можно вообще колу пить с таким? Потому что раз начал вредно есть, есть до конца. Будем уже кофт. В общем, едем домой. Так-то дождь так и идет, да? Дождь не заканчивается. Все в ожидании Рождества. Люди продолжают писать, что хотят купить. Да, кстати, нам опять написали. Нам пишут конкретно мужчины. Мы такие начинаем произведомываться. Опять не поймут. А мы шутим, все, это шутка. У нас сейчас с Лешей начнется настоящий мозговой штурм. И для этого Леша наклеил кучу листиков на дверь. Потому что у нас нет ватмана, и он решил, что лучше все записывать. Просто я записывала все всегда в блокнотик. Но Леша говорит, лучше будет, если будет наглядно, на большом каком-то листе маркерами. Ничего, что у нас двое, это должно сработать. Что же, друзья, на сегодня мозговой штурм окончен. Вот так-то он, собственно, проходил. Очень много мы чего придумали. Очень много идей. Это было реально интересно. Часа три мы, наверное, штурмовали. Но теперь на реализацию нужно нам время. Подустали, конечно, потому что три часа вот этих раздумий, это, конечно, сложновато было. Но прикольно, когда два человека могут придумать что-то стоящее и родить реально крутые идеи. Я есть не буду, я не хочу ужинать. Я там съем свой сырочек, который мы мне в АТБ купили. Потому что сырочек там творожный именно, там никакой не лазурованный. Потому что после того, как мы пообедали мясом, нет, меня больше ничего не лезет. Не знаю, как Лешка там сейчас ест картошку в соусе. Это вообще очень стильно. Я сказала Диана, значит, пришло пора прощаться. Мы такие два вылезли с одеяла. Мы досматриваем последнюю серию третьего сезона. Да. И она обещает быть крутой. Блин, голова, значит, пора спать. А больная голова? Просто так говорю. Всем пока. Ладно, друзья, так вот был день. До встречи в новых влогах. До встречи в новых влогах, да. Подписочка, лайкосик, все как положено. Вы знаете, что надо делать. Да, если не знаете, теперь точно знаете. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok